Вы не поверите, но вот такая необычная снежинка будет питать вашу кожу и защищать ее даже в самые лютые морозы. На самом деле это ухаживающий питательный крем. И Олечка Метельская, наш косметолог, прямо сейчас готова раскрыть все секреты приготовления этой новинки домашней косметологии. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй, Надя. Сегодня к нам присоединились Юлия Шелычко и Иван Коклевчук. Олечка, ты не перестаешь меня удивлять, сколько уже косметических средств мы делали своими руками, и это всегда полезно, приятно, ароматно. А здесь еще и красота необыкновенная. Честно говоря, это похоже на мыло больше, чем на крем. Мало того, что похоже на мыло, оно еще вызывает ассоциации, что это мыло, и тем приятнее узнать, что на самом деле это твердый крем. Твердый крем, мы еще такое никогда не делали. Вот такая новинка появилась на рынках. Я, естественно, была тоже заинтригована, что это такое. Пошла в магазин, начала смотреть. Мне все понравилось, скажу честно. Идея состоит в том, что сейчас жуткие холода, кожа безумно пересыхает, и нам хочется что-нибудь хорошее, питательное, чтобы оно целый день нас защищало от холодов, но тем не менее макияж нормально держался. Масляная основа – это спасение. Или барсучий жир. Ну, народы Крайнего Севера используют такие кардинальные меры. Нам это не подходит. Нужно, чтобы это легко ложилось на кожу, было приятным, ухаживало, защищало от мороза. Какой бы ни был у нас тип кожи, сухая наша кожа, нормальная, комбинированная, либо жирная, она все равно нуждается в уходе в холодное время года. Для этого мы берем масла, которые у нас некомедогенные. Почему он подходит именно для всех типов кожи? Некомедогенные – это которые не заполняют поры, не закупоривают, да? Абсолютно верно. Первый этап – это я как раз попросила наших любимых девочек, чтобы они протестировали. Твердый – это был мой, а вот как раз жидкий – это был магазинный. И вот теперь как раз, когда Олечка рассказала о всех преимуществах этого твердого крема, я понимаю, что и таким юным красоткам, как наши девушки, это тоже необходимо. Но расскажите, почему вы почувствовали такую потребность? Я хочу сказать, что мы все женщины за собой следуем, и всегда шукаем всякие новинки. Для меня очень интересно, что это сегодня нам покажет Олечка. Очень дорого, я вижу, в интернете. Твердый крем, поэтому мне интересно, что туда входит в состав и как оно действует. Может быть, тебе не нужна такая уж защита в холодное время года? На меня нормальная шкіра, потому что я дуже за ней доглядаю. Я користуюсь кремом и с ранку, и вечера, и разные лосьоны. Потому что что-то новенькое мне очень интересно. Иванька, а ты? Румяные щечки, всегда хороша. Может, обойдешься? Я тестовала редкий крем, Юля тестовала твердый крем. Мне тоже хочется узнать про него, мне такое же интересно. То есть ты не против каких-то новинок, и твоя кожа нуждается в уходе? Нет, я не против каких-то новинок. У нас идея была такая, вот, насколько твердого крема хватит больше. А площадь лица у них одинаковая? Ну, следует сказать, что примерно одинаковая. Примерно одинаковая? Ну, согласитесь, это важно в таком эксперименте. Вы не против, что мы измерили площадь ваших лиц? Нет, на проте, Надя, на проте. Ну, опять же, мы тоже определились, что это очень важный момент. И поэтому решили, что плюс-минус 10% на точность мы все-таки взяли. Скажи, пожалуйста, каковы были условия этого эксперимента испытания? Вот что должны были делать Юля и Иванка? Они должны были два раза в день использовать этот крем вместо своего обычного. То есть на протяжении недели девочки проходили обычный уход за кожей. Сначала очищение кожи, потом идет тонизация, это обычные их средства. А потом нанесение крема либо жидкого, либо твердого. Вот я выбрала рідкий крем и користовалась ним два раза. Его просто было на взгляд больше и думаю, ну, значит, мне довше его хватит. Я люблю все новенькие, и мне попался самый твердый крем. Какое время ты рекомендуешь использовать этот крем? Непосредственно перед выходом на холод или просто как дневной ухаживающий питательный? Первый раз как утренний, и второй раз непосредственно вечерний, но за час до того, как они ложились спать. Если чувствовалась какая-то вот жирность, то рекомендовала взять сухую салфетку перед сном, убрать остатки жирного крема. Я хочу сказать, что на самом деле приготовить такой вот крем очень просто. Первый этап – это мы ставим на прогрев водяную баню. Следующий этап – нам понадобятся весы. И мы будем сейчас все взвешивать, потому что все ингредиенты идут в четко определенное количество. Если мы возьмем чуть-чуть чего-то больше или меньше, консистенция крема может немножечко измениться. Как она изменится, я буду говорить по входу добавления ингредиентов. Олечка, а если нет весов таких? Ну, тогда мы это все делаем на глаз. По пропорциям делать. По пропорциям чайными ложками. А вот это уже готовый твердый крем, да? Да, это уже готовый. Ну, а можно я попробую нанести его, например, на руку, чтобы пока ты будешь готовить, а я прислушаюсь к своим ощущениям. Я использовала этот крем дома, и, Надечка, я знаю, что нужно обязательно мочить руку сначала. Дело в том, что когда у нас идет влажная кожа рук, в таком случае при нанесении подобного состава у нас влага сохраняется гораздо дольше. Но если мы возьмем этот крем, аккуратно подержим на своих вот пальчиках, подождем, что немножечко масла растает, то таким образом мы все равно его можем использовать. А если кожа будет увлажненная, в таком случае, скажем так, вот ощущение свежести будет гораздо больше и глубже. Что мы закладываем в водяную баню? Нам понадобится 15 грамм пчелиного воска. Сегодня мы берем белый очищенный пчелиный воск. Его можно купить либо в интернет-магазинах для изготовления косметики, либо он, бывает, продается в аптеках. Можем использовать и обычный натуральный пчелиный воск. А можно взять обычную парафиновую, например, свечу и сделать крем? Надя, ты знаешь, парафин, он не впитывается. Он просто пленкой покроет нашу кожу. То есть, что попало, тут топить нельзя, то, что вам кажется воском. Очищенный косметический воск. Потом мы берем 10 граммов масла какао, которое делает нашу кожу более эластичной, более мягкой, хорошо заботиться о нашей коже. Да, Олечка, а ты подсчитывала себестоимость такого крема твердого? Да. Масло какао довольно дорогостоящий ингредиент. Ты знаешь, Надь, я посчитала, что для того, чтобы купить изначально все-все-все ингредиенты, нам понадобится где-то в районе 120 гривен. А вот когда мы сделаем непосредственно уже наш крем, масса которого будет 50 грамм, нам зайдет где-то в районе 40 гривен. Это с тем, что уже мы положим туда полезные эфирные масла. Я видела в интернете такой крем 30 долларов. Да ладно. Да, 30 долларов. Ну, я, честно говоря, подумала, что я не знаю, что я думаю, поклав. Он, наверное, в золотой коробочке был. Нет, не в золотой коробочке. Он был в прозоре, такие пленочки. Но я, честно говоря, подумала, что там что-то такое невероятное. Я захотела его купить. Так ты купила? Я не купила, я не купила. Нам понадобится в наш волшебный крем один из ингредиентов, которые добываются из кокоса. Девочки, тут я вас попрошу сейчас мне помочь. Сейчас вам вынесут по кокосу. И, пожалуйста, добудьте мне белую красивую мякоть. Обратите внимание, что мы приготовили для вас специальные инструменты, которые могут вам понадобиться. Иначе мы не сможем готовить дальше крем. Я не знаю, что брать. Пила. Есть маратор. Ну, я такая, как дома дерева режу. Я дома робила ремонт, я знаю, как этим пользоваться. Да где оно не бере? С какой стороны хоть его нужно? Я сейчас столу развалю. Да где? Даже не думаю. Кто знает, как кокоса быть? Кто-то, кто-то точно не піде. Я сейчас раздробую. Все! Две я развалила. Юля, ты, внучка! Ты его базар как песня. Подожди, подожди, мне получается. Это я капец. Так это ты кокосовое молоко сейчас добудешь. Соп кокоса. А тебе нужна мякоть. Так куда? У меня ничего не пропадает. Мы моё використаем, а хай то воно пьет. Боже, какая хозяйка. Тоже хочу молока. Добуду и кокос. Куда? Слушай, она где-то вылилась. Йо-моё. Мы на мастер-шефе не таки делали. Вот это да! Ура! Я выиграла! Я выиграла! Она спасла нас. Можем продолжать приготовление крема. Я думаю, что вам требует верхний вот такой слой вот туда чуть-чуть. Да! Юля, тебя можно брать в промышленных масштабах кокосы. Мы можем брать истить. Сейчас ничего не точа. Что? Так давайте ложку, чешу масло, да? Вот эту вот штучку вам надо верхнюю, да? Вот сразу ясно, кто из шоу-мастер-шефе, а кто из холостяк. Девочки, на самом деле, можете дальше не стараться. Вы большие умнички, но мне нужно было масло кокоса. Так, а это, я думаю, надо его перетирать как-то, да, чтобы масло достать? И обратите внимание, Юля готова работать дальше. Конечно. Я готова его изъести. Ну, на самом деле, мякоть вы, девочки, можете съесть. Сок, если там где-то вы нашли, можно выкинуть. Да, да, я вообще не знаю. Пишите, все. Я думаю, что нам все выплаты, да? Девчата, хочется его стыдиться, поможите расколоть. А готовое масло кокоса я уже принесла. Хорошая шутка, Оля. Ну, такая вот, да, девичья. Масло кокоса понадобится нам всего лишь 10 грамм. Давай, 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 продолжать. Наши красотки справились. Итак, мы тут уже ему, а ты раздолбать не можешь. А не можешь, слухай, я ж не могу. Следующий ингредиент, который мы добавляем сюда, это масло шин, которое является очень хорошим, таким вот нежным. Его можно даже маленьким. То ничего? Нет, ты нам не мешаешь, а мы тебе не мешаем, Иван. Можно маленьким детям. А вот оно прекрасно справляется и с обморожением, и даже с дерматитом. Дивите, вот это не зря, да, вообще. Прямо просто как яйцо очистила, да? Да, да. С ума сойти. Вот вы молодцы. Не пропадете. На необитаемом острове с кокосовой пальмой не пропадете. Вы знаете, если нет формочек дома, я думаю, что эти формочки можно использовать и для того, чтобы работать и формировать. У меня когда-то такая солянка была на кухне. А я бачила такие лифчики. По телевизору. Но это не у меня, Юля. Что-что? Ничего. Маленькие. Итак, 5 миллилитров оливкового масла, которое прекрасно смягчает нашу кожу, а витамин Е делает нашу кожу более эластичной. После того, как мы отмерили все ингредиенты, мы выставляем на водяную баню и ждем, пока все растопится. Вот, буквально чуть-чуть. Кстати, очень быстренько все тает. Я теперь поняла, откуда мужчины все время говорят, что она меня приворожила, приколдовала. Ну вот же, мы стоим и реально варим зелье. Зелье красоты приворотное. Потом намажемся, и они нас полюбят. Да, будем красивее. И так красивее. Будем все лучше. Как вам понравилось с кокосами работать? Ох, первый раз. Я не поняла. Не поняла юмора. Всех гостей кокосом накормили? Как вам кокос? Вкусный? Да. А кто лучше приготовил, Юля или Иван? Юля. Юля. Ну что, растаяло все? Ну, практически. Первые растаяли масла, и осталось только пчелиному воску немножко дотопиться. Основа полностью готова. Растаяло. Конечно, необыкновенно интересно, чем же закончился эксперимент, и каковы результаты использования твердого крема и традиционного крема, который можно использовать в морозные дни. Может, раскроете уже чуть-чуть, Таня? Мы же сами не знаем, кто перейдет. Оля тримает интригу. А, так вы тоже в ожидании? А какие перспективы? Как вы думаете? Это я думаю, что выиграла я. Когда я стала наносить этот крем, намного-намного стала кожа увлажненнейшая и мягшая. Хотя, этого крема я использовала набагато меньше, чем у обычного крема. А много было много. Итак, нам осталось добавить в нашу основу масляный витамин Е, буквально 10 капель. Это примерно половина чайной ложки. Эфирного масла жасмина от 8 до 10 капель, то есть примерно половину чайной ложечки. Это считается волшебным омолаживающим средством. Кожа становится более мягкой, более эластичной. Расправляются небольшие морщинки, если они были. А если их не было, то, скажем так, такая профилактика старения, что это просто вот как бы вот вау. Эфирные масла для приготовления твердого крема в домашних условиях вы можете найти в интернет-магазине. Продукт представлен на сайте в широком ассортименте, который можно заказать прямо на дом. Это эфирное масло бергамота. Хорошо стимулирует нашу кожу. Оно является легким антисептиком, поэтому если у нас комбинированная либо жирная кожа, то оно, скажем так, делает то, что наша кожа становится менее жирной. А если кожа у нас чувствительная либо сухая, то идет хорошая нормализация работы сальных желез. Итак, если мы хотим, чтобы крем выглядел красиво, вот как девочки говорят, да, вот напоминал чем-то мыло и удивил того, кого мы будем, да, вот одаривать нашим подарком, добавить краситель. Краситель мы берем пищевой, жирорастворимый. Иначе как бы тот, что растворяется в воде, понятно, что он тут возьмется как бы шариками и на этом все у нас закончится. Мы обидимся, как бы вот цветной картинки не получится. Чем больше мы добавляем красителя, тем более интенсивным становится по цвету наш крем. Мы зальем нашу основу непосредственно в силиконовую формочку и высохнет, то цвет станет нашего вот крема не такой темный, не такой интенсивный. Мы можем дополнить наш крем какими-то лекарственными травами, либо декоративными цветами для того, чтобы просто как бы вот подарок был более интересный. И вот пока не произошла полная пластификация, мы аккуратненько вот в наш крем можем опустить цветочки. Итак, это скорее декоративный элемент, который придется кстати, если вы кому-то подарите этот крем. Нам понадобится буквально часик для того, чтобы полностью застыл наш крем. Когда он застынет, это будет выглядеть вот так. Я уже принесла готовый вариант. Вытаскивается очень легко. Вот, Надя, я даже предлагаю тебе это сделать. Да, я попробую. Идеальный. Красивый. Тоже гарно. Да. И что я хочу сказать, что это формочка там, да, обычная, силиконовая. Это формочка, скажем так, которую мы можем использовать для выпечки. Подойдет также нам обычная формочка для кексов. Загадкой остается только то, насколько он эффективен по отношению к традиционному. И главное, экономичнее, потому что это нас тоже очень интересует, да? Ну, все очень просто. Я попросила девочек, чтобы они сегодня принесли остатки того крема, который они использовали в течение недели. В принципе, довольны обе. И Иванка, и Юля. Вот мы теперь можем рассмотреть остатки. В течение недели Юлечка старательна, два раза в день. А снежинка практически такая же. Ну, сейчас мы взвесим и посмотрим, сколько, собственно говоря, осталось. А это крем Иванки. Да. А тут что, полное было? Она была больше половины. Все, поняла. Для того, чтобы было понятно, с какой же массой крема у нас осталось, мы сначала взвесим баночку. Вот, пустую. Вот она, 25 грамм. Теперь баночку точно такую же, но с остатками крема. 57. У нас содержимого тут осталось сколько? 32. Теперь взвешиваем сухой крем. У нас получилось 47 грамм. То есть буквально 3 грамма. 3 грамма. А это значит, что при одинаковом весе твердым кремом вы будете пользоваться в 6 раз дольше, чем жидким. Ну, Надя, понимаешь, вот использование масел действительно может дать подобный результат. Дело в том, что в содержании из хорошего питательного магазинного крема масел вот в этой вот волшебной коробочке у нас будет где-то от 25, максимум до 40%. Да, в лучшем случае. Ну, это я так уже взяла. А здесь концентрировано, здесь одни масла. Так что по экономности... Надо открывать бизнес. Точно. Молодец. Рецепт подарю. Получилось идеально. Все твои обещания воплотили жизнь благодаря эксперименту. Спасибо вам огромное, что получили. Но, Надя, перед тем, как сказать совсем большое спасибо, я хочу подарить девочкам по порции нового крема. Вот эти вот две замечательные голубые снежинки достанутся вам, а тебе, Надя, достанутся вот целый вот подносик точно с таким же кремом. Класс. На 17 лет хватит. Ура! Пожалуйста, девочки, на здоровье. Да, красиво. И все-таки это крем. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова